Реа Новости. Подкасты. Страхи, ошибки. Страхи, ошибки. Здравствуйте, это подкаст «Страхи, ошибки». Меня зовут Наталья Лосева, и в этом сезоне мы говорим не только о страхах, но и об ошибках, которые мы совершаем. Мы страхили или боимся, когда совершили ошибку. Неважно, всё это в любом случае взаимосвязано. Вот сегодня я хочу, чтобы мы поговорили про то, что мы говорим своей одеждой, своим внешним видом. Что же это такое из нас кричит? Какие страхи мы проявляем, используя те или иные элементы одежды или какие-то необычные решения своей внешности, так скажем, ну, прическа или макияж или какой-нибудь аксессуар. И напротив, в чём мы ошибаемся? Когда мы хотим произвести одно впечатление, а производим совершенно другое. В общем, тема на самом деле бесконечная, многогранная. Давайте начнём её копать. Ну, а там, может быть, и продолжим. И сегодня мы будем обсуждать это в таком составе. С одной стороны у нас Ирина Маслова-Семёнова. Нам уже известный, знакомый, психолог, коуч, тренер, арт-терапевт и блогер. Мы, в общем, человек, который имеет много ракурсов зрения на проблему. И настоящий стилист, профессиональный стилист Елизавета Белая. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот есть ли какие-то уже устойчивые гайды, азбука какая-то, глядя в которые, вы смотрите на человека, как он одет, как он выглядит. И можете уже по пунктам сочетать. Так, с мужчинами не ладится потому-то, в детстве в школе травили, амбиции непомерные или, наоборот, самооценка ниже плинтуса. И вот так раз-раз-раз расшифровали и составили себе списочек. Или нет? Лично мой взгляд, ну, он такой недостаточно однолинейный. Конечно, я могу какие-то вещи по человеку заметить сразу. Не то, чтобы это азбука какая-то, гайд или еще что-то. Например, девушки, которые чересчур стараются привлечь мужское внимание, конечно же, я их вижу издалека. Я считаю, что это есть, скажем, несколько пунктов. Во-первых, это слишком обтягивающая короткая одежда. Как правило, девушки считают, что именно такая одежда привлекает мужчин и никакая иная. Конечно, все люди разные, но есть вот такой определенный стереотип, и в целом он правильный. На самом деле, очень легко привлечь внимание мужчины своим видом. Если ты одеваешь короткую мини-юбку, на тебя посмотрят, даже если не захотят. Это факт. Поэтому, когда девушка использует сразу все, и каблуки, и мини, подчеркивает максимальную фигуру, прям именно не в стильном варианте, да, не отвечая современным каким-то тенденциям, проявляя свой вкус, а именно просто вот лишь бы не скрыть, не дай бог, ни одной талии, груди и так далее. Это, безусловно, сразу считывается, потому что даже если девушка современная не любит оверсайз, да, который там сейчас у нас везде практически на каждом манекене, можно одеться всегда стильно и со вкусом, не переусердствуя с тем, чтобы показывать свою фигуру. То есть вот этот вот страх, что мужчина меня не увидит, он всегда выражается именно в облипоне. Я такую одежду называю «обтягивающий кишечник», когда там прям еле дышишь уже. Слышали? «Обтягивающий кишечник». Я полностью согласна. Это девчонки, женщины, психотипа, мы там называем объект поклонения. У них контур страсти очень проявлен. Очень правильно предыдущий оратор заметила, что страх быть без внимания. Я от себя добавлю, что это главная базовая ведущая потребность психики — привлекать внимание. А, я знаю, почему. Потому что так только животные и растения могут привлечь к себе особь противоположного пола и продолжить род. То есть те, кто умели привлекать к себе и продолжать род, те и выжили. Так что вот это вот, наверное… В животном мире 100% у людей, у женщин, у которых преобладает контур страсти, действительно слабая нервная система, стремящаяся к вытеснению. То есть им тяжело, например, отстоять себя, проявить напор, выиграть тендер или ещё что-то. Они сильны в своей мягкости, в таком нивелировании. Они вот прям как вода. Но чтобы привлекать в жизни больше ресурсов, больше партнёров, больше защитников, они действительно ведут себя ярко. Потому что вот если она не привлекла внимания сегодня, она будет думать, что она несчастна. Меня никто не любит. Это бессознательная мотивация абсолютно. То есть мы ничего с ними не сделаем. Это даже не надо порабатывать у психолога. Это нужно использовать. Другой вопрос, что вот очень классная метафора с обтягивающим кишечником. Когда я работаю с женщинами, которые приходят и говорят, вы знаете, меня все воспринимают как любовницу, я замуж хочу. Я говорю, легко. Это очень важный вопрос. Это очень. Мы же все помним, да? Одних любят, но других женятся. Как это связано с одеждой? Очень простой совет. Все слушатели смогут применить. Нужно считать количество маркеров на теле. У нас есть природные маркеры. Большие глаза, длинные волосы, тонкая шея, тонкие запястья, большая грудь и так далее. А есть искусственные маркеры. Это мы грудь подчеркнули, значит, мы усилили маркер. Талию обтянули, кишечник вот этот создали. И получается, когда мы обтягиваемся как кишечник, у нас 20 маркеров сексуальности. И в итоге мы даже, если хотим замуж, мы попадаем в бессознательные мужчин, и они видят в нас только объект вот этого вожделения. Поэтому нужно немножко корректировать, то есть оставлять в своей внешности только 5 маркеров в совокупности и природных, и естественных. Потому что если ты очень красивая, яркая эволюция постаралась и, в общем, помогла тебе такой родиться, тогда мы цвета более спокойные, прячем все прелести и потом только постепенно партнёру их раскрываем. То есть, если девушка хочет выйти замуж, ей нужно быть скромнее. У неё должно быть 5 маркеров страсти. Если будет больше, она будет считываться как... Ну-ка, пишите идеальный, вот такой идеальный образ. 5 маркеров страсти, потом хочу, чтобы Лиза это сделала. Например, если распускаем волосы, то не злоупотребляем аксессуарами. Там ещё и серёжки, лобусы, эти цепи, да, допустим. Накрасили глаза, губы уже не красим. Волосы, глаза, всё, 2 маркера на верхней части тела достаточно. Если выделяем грудь, то всё остальное прячем. Это у нас 3. Допустим, добавили буквально браслетик на кисти рук или накрасили ногти ярким. Всё, достаточно. Это уже делает нас привлекательными, но не более. То есть это вот чтобы замуж? Да. А почему мужчина не хочет жениться на женщине, которая подаёт ему много сигналов? Знаете, как крейсеры, которые выходят на парад на День военно-морского флота, украшенные сотнями разноцветных флажков. Вот такая женщина вышла в этих флажках и говорит, «Я крейсер, возьми меня замуж». Почему же не работает так? Ну, самое простое, она же не похожа на маму. Ах, вот. У меня муж вчера, была стрессовая ситуация, я схватилась и начала ноготь грызть. И он так поворачивается на меня и говорит, «Да что ты, как моя мама, когда нервничаешь, значит, грызёшь этим психологу сходить, чтобы полюбить тебя, а не моя мама?» Ну, мы просто в этом шутим с друг другом, да? Но это абсолютно, абсолютная правда. Лиз, ну-ка расскажите, как вы относитесь к этой интересной теории Ирины про пять маркеров, чтобы выйти замуж? Теория в целом неплохая, то есть я в целом с ней согласна. Должен быть какой-то баланс между тем, что ты хочешь быть суперсекси-кошечкой и привлекать мужчин, и между тем, чтобы не стать просто, ну, так скажем, пошлым объектом. Но, конечно, если разбирать конкретно про пять маркеров, у меня немножечко другой подход, поскольку я уже долго работаю персональным стилистом, у меня были разные запросы, и девушки, и женщины тоже разные приходят с абсолютно разным представлением о прекрасном, с разным представлением о том, как они себя чувствуют красиво. В этом вопросе, конечно, надо начинать с проработки именно своей собственной самооценки, потому что когда ко мне подходит, например, в интернете, да, там пишет мне девушка, что Лиза, «Как вы можете одеваться в такой оверсайз? Ведь ни один мужчина на вас не посмотрит». Я всегда отвечаю о том, что неужели вы думаете, что кроме как фигуру у вас больше нечем зацепить мужчину? То есть это что? Это максимум, который вы можете дать? И тут как бы все диалоги заканчиваются. Поэтому если вот не углубляться в индивидуальность, потому что всё-таки кто-то вот эти браслетики там, например, да, которые мы можем считать, кто-то их вообще не носит, кто-то там не любит в принципе, хотя внешность позволяет, как я поняла теорию, да, вот эту психологию, даже если внешность позволяет, человек может не хотеть этого делать. Я за баланс, вот согласна с тем, что если открываем грудь, закрываем всё остальное. Или там, например, если говорить про стиль, если мы даже закрытую кофту обтягивающую надеваем, то снизу обязательно добавляем объём. Весь в целом образ, я не считаю, что должен быть прям вот скромным каким-то, да, или вот олицетворением такого вот, как мама. Я думаю, что мужчины разные, и разным нравятся разные девушки, в конце концов. Смотря зачем нужна эта встреча с мужчиной. Ну да, но даже в целом, я считаю так, для нормального, адекватного знакомства, понятное дело, что не с первой встречи все сразу там хотят замуж, жениться и так далее. Просто в целом, вот если тебя, чтобы не воспринимали как объект чисто для утех, достаточно просто соблюдать баланс. То есть можно выглядеть нескромно, можно выглядеть супер-фэшн, там носить вот эти яркие вещи, огромные аксессуары, сочетать с макияжем, но при этом, например, носить оверсайз полный. И это всё в балансе будет поддерживать твой образ именно на уровне достойного, что ты выглядишь со стороны очень интересным и непошлым человеком, не который там готов сразу с тобой везде поехать. Поэтому здесь я бы не считала маркеры, я бы просто оценивала именно контраст вот этой вот сексуальности, и, соответственно, нет. Говорите, Ирина, потом вопрос. Есть другая проблема, когда женщина выглядит, как будто бы она глубоко замужем. Это как? Это вот как раз-таки очень хорошо. Такая вот учинка советская, да? Нет, даже не сюда. Ещё круче. Современный 21 век, прокачанная, уверенная, с хорошей самооценкой, сама себя покупает там камни, брюлики. И она вот идёт, и у неё мета-сообщение. Мета-сообщение — это то, что мы говорим о себе без слов, да? Вот эта энергия. И она идёт такая, как в песне «Веркие сердючки» вдоль Чарабана, да? А мужчины смотрят на неё, и есть ощущение, что ну там точно кто-то есть, кто её такую классную сделал. И вот это, например, основной сегмент моих клиентов, которые, ну они настолько круто выглядят, построены там и баланс, и всё на свете, да? И тогда приходится учить девчонок чуть-чуть перенаправлять, ну презентовать немножечко другое, когда она рядом с мужчиной. А это, кстати, сложность, потому что женщины боятся быть уязвимыми, боятся проявлять какую-то слабость, свою потребность, например, в заботе, потребность в сильном плече. Мы уже всё больше закрываемся. И вот тут, конечно, такой прям вопрос интересный, как же внешним видом мне показать, что я вроде и сильная, но и чуть-чуть уязвимая, и замуж хочу, но не дам, или дам, но не замуж. Это прям да, можно так на часов пять засесть, прям чё-то... Вот и у Рождественского же были потрясающие стихи. Будь, пожалуйста, послабее, не буду их цитировать. Да. Я знаю, что все их прочитают. Страхи ошибки. Страхи ошибки. Сразу скажу по поводу сексуальности и обнажённости. Я помню, как мне один мой очень мудрый мужчина-друг рассказывал, что ничего в жизни, он говорит, я не видел сексуального, чем обтянутое тугое бедро восточной арабской женщины вот в этом чёрном никабе, когда она как-то так стала. Говорит, что я вдруг увидела через этот Уверсайз, я увидела вот это вот обтянутое бедро у женщины, у которой даже не было практически видно глаз, и поняла, что для меня это в тот момент был таким апофеозом сексуальности. Так что вот такие тоже есть истории. А вот давайте поговорим про цвет. Во-первых, что говорит женщина, даже если не даёт себе отчёт, когда начинает использовать какие-то яркие ткани, яркие детали, яркие платки? А во-вторых, что говорит судьба и обстоятельства мироздания женщины, когда она вдруг начинает носить всё чёрное, такой монохром или всё серое какое-то, то есть старается как бы спрятаться в какой-то цвет. Я, безусловно, верю в психологию цвета, и что каждый из нас выбирает соответствие настроению, соответствие тому именно настрою, который мы хотим подать. Элементарный пример. Если сегодня я надеваю, например, Total Black Look или какой-то не очень такой яркий, конечно же, да, это говорит о том, что у меня сегодня настроение не пестрить. Это вовсе не говорит о том, что я там хочу забиться, как серая мышка куда-то, да, но определённая такая эмоция, нежелание выделяться особо именно вот ярко, она есть. И то же самое могу сказать наоборот. Встречается такое, когда человек очень хочет носить яркий цвет. Вот прям есть посыл. Там, Лиза, одень меня суперярко. Вот мне нравится красный, мне нравится жёлтый. Научи. Мы надеваем красивые, правильные вещи, составляем образы, но не получается. Человеку некомфортно в этих цветах, хотя ей всё идёт, всё смотрится шикарно просто, все делают комплименты в примерочной, но психологически она не может это вытянуть на данный момент. То есть здесь есть, конечно же, разные причины, но в целом, да, безусловно, цвета и влияют на наше самоощущение. То есть если есть желание, например, прибавить себе немножечко какой-то там самооценки или уверенности в себе, и вы пройдёте в каком-то красном, ярком цвете, 100% вы соберёте и внимание, и комплименты, и это будет вас радовать. Ну и наоборот. Я прям вспомнила, как мне мой стилист однажды сказал, Ирина, ты не выдержишь этот стиль, тебе нужно немножко там что-то подрасти. И действительно, год прошёл, и я начала позволять себе какие-то интересные решения. Так, давайте чёрные, тёмные цвета. Как психолог. У нас есть люди депрессивно-тревожного типа. Это неплохо, это просто так психика сформировано. Они действительно тянутся к тёмным серым цветам, у них даже пространство так оформлено, они стараются, чтобы не было визуального шума. Почему? Просто люди живут внутри себя и максимально реалистично видят мир. Им не нужны уютные светлые цвета. Они всё про эту жизнь знают и понимают. Это, кстати, самые лучшие сотрудники, потому что он просто приходит и делает. Есть люди эпилептоидного психотипа. Эпилептоиды — это такие бойцы, у которых основная задача психики — не прийти и отжать территорию, ну, показать, что я главный. Я первый, я главный, я самый сильный. Они будут носить тёмное, глухое, синее, да, такие тяжёлые материалы, чтобы просто подчеркнуть эту мотивацию. То есть вот она зашла, да, в глухом костюме, и всё, все должны уже лежать, все всё поняли. Вот. А когда у неё, допустим, какой-то цикл, да, эволюция, я не знаю, свидание состоялось, вдруг она может, да, прийти в чём-то более таком нежном или ярком, и это как-то заметно становится. Вот. То есть психотип бессознательно, например, женщины сильные волевые, с сильной психикой, они придут в красном, в ярком и в блестящем на корпоратив, день рождения, презентацию книги, потому что это правильно. Женщина должна быть яркая и красивая. Они как бы по правилам, да. Если я иду на свидание, то я иду в чём-то сочном, вкусном, там, притягивающем взгляд. Но в жизни я буду ходить в чём-то таком тёмном, глухом и так далее. Если человек вдруг начинает, вот как-то сам, не отдавая себе отсчёта, выбирать серенькие, там, водолазки, платья с глухим боротником, хотя раньше так не было, это о чём может просигнализировать вам, как психологу? Это просто желание сейчас переждать что-то или это какой-то страх чего-то, да? Нужно всегда смотреть комплекс симптомов. Вот я не могу просто выделить тёмные цвета, когда, например, наступила осень и вся столица переоделась в тёмное, потому что это комфортно, это не вымазываешь. Если есть ещё другие симптомы, мы их видим, тогда да, можно говорить о том, что эта вещь продолжает состояние человека. Женщина в возрасте, ну, скажем так, в пенсионном возрасте, которая неплохо выглядит, вдруг начинает носить короткие юбки с рюшами, маечки на бретелечках, какие-то очень ультрамодные босоножки, ультрамодные сумки, аксессуары. Честно говоря, у меня это, я всегда говорю, меня застрелите, пожалуйста, когда я так приду. То есть у меня это вызывает сострадание, скорее, или недоумение. Хотя, пускай, это просто мой сновизм, и я сама когда-нибудь так сделаю, может быть. Но всё-таки, когда пожилые люди, ну, скажем так, 60 плюс и дальше, начинают одеваться, как 25-летние, это их право, и просто это проблема общества, что общество назначает какой-то возрастной ценз для одежды, или это неуместность, или это какой-то их страх и диалог с мирозданием и судьбой, нежелание стареть. Вот как вы думаете, хочу прям, чтобы было мнение стилиста отдельное, это Лизавета, и мнение психолога Террина. Я вот сначала дополню немного про предыдущий вопрос насчёт чёрного цвета, серого, почему там девушки одеваются. На самом деле, обсуждая эту тему, мы главного не учитываем. Как стилист, я как раз знаю, что 90% женщин чаще всего покупают чёрный, серый и белый, потому что они просто не умеют работать с цветом. Хотят, но все попытки купить что-то яркое, они как бы обламываются, вещь висит без дела, и поэтому они ждут стилиста, который придёт и поможет. Но это вот к той части. Покомбинируют, да, к каким-то образом? Конечно, да, они просто приходят и сразу просят помощь. Они говорят, да, мне не нравится, что я вся в чёрном, я себя не чувствую так красиво, помоги мне, пожалуйста, научи, и я буду носить так. Такое тоже, да, бывает довольно часто. Что касается второго вопроса про женщин, которые юбки и всё такое, конечно же, это желание внимания получить. Возможно, с такими женщинами можно очень легко поработать. Были у меня такие случаи, когда просто нужно взять человека за руку и показать ей, как в её возрасте комфортно и экологично можно привлекать внимание без мини-юбок, а всё-таки подчёркивая свои достоинства именно в том виде, в котором ей это нравится, но просто всё-таки соблюдая возрастной ценз. А есть, конечно, безусловные случаи, когда просто у женщины есть вот заложенный кем-то или чем-то стереотип, что если ты сняла мини-юбку, то ты старая. И, конечно, она пытается... Или каблуки, например. И есть вот этот вот страх принятия своего возраста, что если я завтра вдруг надену мини, то всё, я точно старуха, бабуля, и поэтому я буду до пенсии носить эту юбку, которая ничего не прикрывает, и буду чувствовать себя молодой. Я бы добавила, что если женщина вдруг резко переоделась во что-то привлекающее, зазывающее, сексуальное, то, возможно, она всё-таки была эстероидного типа личности. Знаете, такие нарциссичные люди. Но с забитой этой базой своего характера, например, потому что строгий папа военный, строгая мама, нужно было быть юристом, нужно было всю жизнь быть, не знаю, на какой-то должности. И в какой-то момент, ну, наконец-то, она говорит, всё, в топку правила. И чем старше человек становится, тем он заваливается в свою базу, своего базового психотипа. То есть я предполагаю, что не может без оснований так переключить. Скорее всего, эти задатки были, они были долго-долго-долго подавлялись, и потом уже человек себя отпустил на волю и, в общем-то, начал себя проявлять. Мы видим в Европе бабушек таких очень много. Да, бабушек, дедушек, они прям все такие яркие, наряженные. Вот, поэтому я бы даже, наверное, не трогала. Вот, ну, если ей нравится, если она прям чувствует, что всё, я максимально, да, в кайфе от такого внешнего вида, ну, пускай, хорошо. Ну, не всегда это нужно переделывать. Страхи, ошибки. Страхи, ошибки. Когда мы приходим на какие-то деловые встречи или устраиваемся на работу, то есть когда нам нужно обеспечить правильный деловой контакт? Есть какие-то правильные правила, как одеться для знакомства по работе или по бизнесу, или по каким-то делам, чтобы, знаете, как было, встречаешь по одёжке? Да, конечно, есть. Не зря же у нас есть разные дресс-код, стилевые направления для всех встреч по работе. Неважно, где это, в офисе или за пределами, где-то в неформальной обстановке, нужно всегда одеваться соответствующе, именно выбирать стиль бизнес, бизнес-скеджуэл, что-то вот такое. То есть не обязательно одеваться прям суперстрого для того, чтобы в тебе увидели, так скажем, серьёзного, да, человека и профессионала, но как минимум базовый набор брюки, жакет или, может быть, пиджак с мужского плеча тоже допустимо. То есть внутри этого стиля можно использовать классические офисные предметы одежды, но в сочетании с чем-то более трендовым и актуальным, чтобы это просто не получилось скучно, чтобы произвести именно нужный эффект и была такая возможность выразить себя как личность. Потому что в обычном скучном костюме с узкой юбкой-карандаш посередину коленки и укороченный приталенный жакетик ты себя никак вообще не проявишь. Это просто... Серая мышь, да, которая не запомнится ничем. Да, но при этом, если вот так обобщить это всё и перечислить какую-то базу, которая подойдёт всем для подобных встреч, то это будет юбка ниже колена, брюки обязательно актуального кроя, удлинённый пиджак, жакет, возможно, приталенный, рубашка, возможно, прямого кроя, возможно, оверсайз, ну и, например, использование каких-то лонгсливов, бадлонов, которые можно использовать под. И это всё обрамляем какими-то ненавязчивыми аксессуарами совершенно всё-таки. Неуместно, я считаю, на деловые встречи носить даже вот что-то одно яркое, так как это всё-таки не тот немного формат. А что может быть ярким? Ну, брошь какая-то, можно? Я бы не советовала. Это просто ни к чему. То есть эта брошь, она ничего о вас не скажет в плане профессионала. Если вы, конечно, не занимаетесь бизнесом по перепродаже украшений, а именно, да, мы берём что-то обобщённое, можно остановиться просто на какой-то интересной, красивой сумке, которая подходит под ваш аутфит, но при этом она какая-то необычная, да, не просто там чёрная коробка, а может быть, это будет какой-то актуальный крой или это будет там шоппер какой-то мягкий. Это, да, это допустимо. Либо, например, это может быть просто какая-то дизайнерская обувь. Ну, или даже не дизайнерская, там, окей, масс-маркет, но это будет, опять же, что-то чуть-чуть более интересное, чем обычные скучные какие-нибудь там туфли. Ирина, а что, неужели вот ваш потенциальный работодатель или какой-то партнёр по бизнесу или потенциальный партнёр прям обратит внимание на вашу сумку или обувь? Ну, правда. Во-первых, хочется поблагодарить Елизавету. Я прям всё запомнила, я вот учту. Вспомнился свой момент. С психологической точки зрения важно одно — уместность и адекватность. То есть вы должны быть одеты в контексте компании, потому что у меня был случай следующий. Я пошла на собеседование, я хотела устроиться менеджером по продаже в тренинговый центр. Белый верх, чёрный низ, пучок на голове и, значит, захожу. А, тренинг-центр ведический, то есть там все сотрудники ходят в штанах шароварах индийских, благовония, везде вот эти палочки. И я такая занеслась. Но меня взяли, но объяснили, что, ну, наверное, нужно будет переодеться. У нас свободный стиль или как в фильме «Стажёр», когда он такой пенсионер в классике, а ему говорят, ну, вы можете спокойно, у нас нет расхода. Вот нужна просто эта уместность, чтобы вы не выпали, да, из самого стиля компании корпоративного. А как же дорогие аксессуары, которые... У меня, знаете, была одна приятельница, которая даже в трудные времена, значит, копила себе на все какие-то бирюльки и золотые бриллианты. Хотя там много что нужно было покупать. И когда я говорю, слушай, ну, зачем ты это делаешь? Я хочу, чтобы видели, что я дорогая женщина. И вот она надевала на себя всё. Вот мы обе загрустили от этого вопроса. Ну, это может быть не обязательно бирюльки, это может быть сумка за 300 тысяч рублей, например, да, купленная в кредит на три года. Что касается предыдущего тоже высказывания по поводу уместности, я говорила именно про обобщённый вид бизнес-встреч. Понятное дело, что если это собеседование, где благовоние, палочки и так далее, конечно, там можно и попроще одеться. Я не знала, я не навела справки, поэтому наводите справки о компании. Это да, это хороший, кстати, совет, но я думаю, что человек, который идёт устраиваться, он плюс-минус обычно понимает. Насчёт второго вопроса. Это на самом деле печально. Это прям грусть-печаль, потому что я очень активно выступаю против того, чтобы женщины строили себя какие-то сказки, вот эти вот замки, какие-то якобы дорогая женщина. Можно быть дорогой женщиной и с сумкой за 4 тысячи рублей прекрасно себя чувствовать и выглядеть на миллион. А можно купить тебе в кредит и страдать от этого дорогущую какой-то люкс-сумку, и при этом все в тебе всё равно будут видеть женщину, которая берёт кредит на сумку. Даже если это не написано, так скажем, на лбу, это всё равно ощущается, потому что когда человек соответствует своему внутреннему состоянию и не пытается из себя что-то вот такое выкинуть, это намного больше располагает людей. То есть это каким-то образом всё-таки чувствуется окружающими. И уж тем более я не вижу в этом смысла, когда ты идёшь на собеседование. Я не думаю, что работодатель сидит и высчитывает, сколько на тебе тысяч рублей надето, брать тебя от этого или не брать. Я думаю, что больше всё-таки акцент будет на общее впечатление, которое ты производишь, и, соответственно, на то, что ты говоришь как профессионал. Сейчас есть конфликт в обществе, он следующий. Есть большой запрос на искренность. Мы видим, что когда инфлюенсеры или актёры или лидеры мнений вдруг раскрываются, рассказывают о каком-то своём опыте, как это принимает общество. Нам нравится видеть в лидере мнения просто человека. Но при этом маркеры власти, они, конечно, бессознательно работают пока ещё. Может быть, лет 20 ещё это будет. То есть, условно, Rolex, BMW, охрана, золотые канделябры. Это пока ещё есть. Ещё работает. Понятно, что сейчас идёт прям новая волна. Это тиктокеры. То есть, мы прям видим, это ребята, которые не работают в офисах. У них нет таких каких-то мощных маркеров, как у взрослого поколения, но они уже и больше зарабатывают, и они более свободные. Они носят одно и то же, более широкое, им всё равно. То есть, здесь немножечко есть конфликт поколений, смотря для кого как. Вот пока ещё нет единого ответа, что где-то работает, где-то не работает. Как тут не вспомнить не только Стива Джобса, который ходил в джинсах и в чёрных водолазках, но и Марка Цукербергова, у которого полный гардероб, чего бы вы думали, серых маечек, одинаковых серых маечек, ну и там какое-то количество штанов, которые тоже не сильно отличаются друг от друга. Знаете, в чём вот здесь, так скажем, особенность этих примеров? Мне очень часто где-то на вебинарах тыкают одежды этих прекрасных мужчин, но для того, чтобы производить эффект необходимый, будучи в чёрной футболке и в джинсах, нужно быть как минимум Цукербергом. Главное не перепутать с начала и финал, да, причины и следствия. Ну, от себя добавлю, что это шизоидный тип личности, это люди с контуром ума, которые реально от мира сего им неудобно, то есть рюкзак, футболка, джинсы, он не видит, он не понимает этого. И у нас сейчас IT, в общем-то, общество развивается в Москве. Недавно я вышла в центр города и смотрю, вокруг ребята ходят, какие-то лечатые рубашки, бороды. И я мужу говорю, а где делись эти ребята на бэхах там, ну, вот эти вот крепенькие такие в пальтишках, говорю, что такое, что произошло? А вот это и произошло, потому что сейчас у общества большой запрос на технологии, на науку, на какие-то ноу-хау. А эти ребята, они выглядят попроще, это правда. Ну, они просто не этих ценностей, не этих приоритетов. Но Елизавета абсолютно права, только лишь наличие серой футболки и джинс не гарантирует, что вы будете умнее и построите какую-то свою, конечно, империю. И станете Цукербергом. Ну что, друзья, мы начали наш интересный разговор, надеюсь, что мы его продолжим. Мы говорили о том, о психологии выбора одежды, о психологии презентации себя, чем мы руководствуемся, какие глубинные вопросы, страхи и проблемы скрываются за каким-то аксессуаром. Почему не нужно брать сумки в кредит, если вы хотите произвести впечатление? Ну и о новой психологии и на новом запросе на искренность. Мне это очень понравилось. Мы это обсуждали со стилистами Елизаветы Белой и психологом, коучем, тренером, арт-терапевтовым блогером Ириной Масловой-Семеновой. Подписывайтесь на наш подкаст «Страхи и ошибки» и присылайте свои темы в обязательных обсуде. Страхи, ошибки Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь